Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня Карачаево-Черкесия отметила столетие ветерана Великой Отечественной войны бывшего председателя облсполкома Магомеда Абдурзаковича Баташева. В Черкесске у памятника нашему великому земляку провели торжественный митинг. Репортаж Руслана Карпазова. Имя Магомеда Абдурзаковича увековечено не только в памятнике Дому правительства. Его имя увековечено плодотворным результатом работы по всей Карачаево-Черкесии. С его именем связано создание дружных межнациональных коллективов, развитие промышленного потенциала, строй индустрии и туризма в Карачаево-Черкесии, благоустройство населенных пунктов, оккультура горных пастыщ. Первое на первое, для того, чтобы вопрос какой-то крупный, кардинальный вопрос решить, надо ее очень хорошо знать и верить, что это целесообразно, что она принесет пользу. И обосновать ее соответствующим образом. Убедите тех людей, от которых зависит решение этого вопроса, убедите этих людей, что это целесообразно, что это выгодно, как с точки зрения государства в целом, так и, допустим, той же Карачаево-Черкесии. До сих пор живы и очевидцы деятельности Буташева, его соратники. Они передают новым поколениям рассказы о человеке, который построил наш дом, Карачаево-Черкесию, и создал каждому из нас уют в этом доме. Необычный человек, глубочайшего ума, высочайшей культуры, так-то. Мне кажется, он мог быть академиком своеобразным, чтобы показать, кто такой руководитель и что такое организатор дела. Сказать горячий патриот, это слабо сказать. Он просто считал как-то своим долгом, своей миссией, что ли, на своем месте сделать максимально для Родины. Была еще маленькая, строили дорогу через Аркач, и вот мы туда каждую субботу ездили, и, значит, он как бы и ревизию делал, и заодно маму свою проведывал. И вот из Терезе в Берг, когда едешь, выезжаешь из района, там вечно кто-то стоял, ждал попутку, автобус и так далее. Он, как правило, всегда сажал в машину и по дороге, и расспросит, и поговорит. В общем, у него не было никогда вот этого высокомерия, никогда не было. Мне хочется, вот пользуясь таким случаем, просить граждан Карачаево-Черкесии, чтобы они не очень строго судили обо мне. Совершенно искренне говорю, что я старался всеми силами сделать как можно лучше. И если где-то не так сделал, то сделал просто по ошибке. И за это, если допущены были какие-то ошибки в отдельных людей, я прошу просто у них прощения. В конце я скажу, что я верю и глубоко убежден в том, что при дружной, согласованной работе, при взаимном уважении народов, которые живут в Карачаево-Черкесии, можно добиться, и при том за короткое время, можно добиться заметных успехов, заметного улучшения жизни всех, кто живет на этой прекрасной, любимой мною, в Карачаево-Черкесии. Участники этого митинга едины в одном мнении. Магомед Абдурзакович останется в истории не сколько как политический деятель, сколько как человек, у которого была высшая степень человеколюбия. Он любил народы Карачаево-Черкесии, а народы Карачаево-Черкесии продолжают его любить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия. Три дня до 9 мая главные герои праздника – ветераны. Житель Черкеска Хамид Канаматов был одним из тех, кто провел на полях сражений долгие 4 года. И сегодня в свои 97 он по-прежнему в строю. С ветераном встретилась шерифат Лепшокова. Хамид Абулович провожает очередного гостя. В праздничные весенние дни в доме бывает особенно шумно. Поздравить ветерана приходят десятки людей. Гостеприимный хозяин рад каждому. Он не торопится делиться воспоминаниями. Фронтовик пристально следит за событиями, происходящими в стране и за рубежом. Хамид Канаматов верит в силу страны. Эта вера позволила ему встретить победу в 45-м. А до этого были курсы связистов в офицерской школе, Калининский фронт, Кольцо окружения. Рискуя жизнью, он протягивал коммуникации между штабом дивизии и полками. Не раз проявлял личную храбрость и мужество. Представитель депортированного народа был награжден медалями, двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы. Будучи командиром, Хамид Канаматов всегда шел впереди. И сегодня 97-летний Горес убежден – честь важнее жизни. Солдат не имеет права струсить. Знал он это и 17-летним юношей, когда, приписав себе год, решил защищать свою землю. Города превращаются в развалины, поселки в пепло, а жители гибнут. Мы больше всех потеряли людей. Немцы не жалели наших городов, наших населений, людей. Стреляли как могли. По одному Ленинграду, что творили. Вот эти все пережития намы, мы все-таки одержали победу. И эта победа, какой цены нам удовольствием, мы, ветераны, помнить будем до самой смерти. Хамид Канаматов прошел Белоруссию, Литву, Латвию. Командовал рутой в составе войск связи Калининского и Прибалтийского фронтов. Победу встретил в Кёнигсберге. После войны еще четыре года служил в Польше, а затем в Приволжском военном округе. Пройдя славный путь, он и сегодня в строю. Испытав все ужасы войны, Хамид Канаматов считает своим долгом напомнить о той войне, чтобы она не повторилась. В прошлом году он основал фонд, цель которого – объединение ветеранов, взаимодействие со всеми миротворческими организациями, сохранение культурного наследия страны, а также не дать осуществить попытки преуменьшить роль советского народа в победе над фашизмом. Поэтому я встал в строй и объявил. Сперва сделал, а потом я открыл фонд. Я впервые в истории человечества. Фонд наследия подвига народов мира против войны. Хамид Канаматов говорит о планах создать памятный мемориал у подножия Эльбруса. Есть у него и еще одна мечта – назвать одну вершину исполина «Мир», а другую «Правда». Фронтовик убежден – где мир, там правда. Шельфат Лепшукова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. Осталось два дня до завершения регистрации на всероссийскую акцию «Бессмертный полк онлайн». Подать заявку и рассказать о своем герое можно на сайте 2021.polkrf.ru. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общое количество заболевших в республике составило 20 123 человека. Из них 19 916 выздоровели, 125 – госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 1, а днем до плюс 19. В горах будет небольшой дождь, температура ночью плюс 2, днем 12 градусов выше нуля. В Черкесске солнечная погода, температура ночью плюс 7, а днем 21 градус выше нуля. Продолжаем выпуск. В 9-й гимназии Черкеска прошел открытый урок на тему «Жизнь без наркотиков». Ребятам рассказали о вреде наркотиков, показали небольшой ролик, в котором говорилось, как наркотические вещества влияют на здоровье подростков. В свою очередь, ребята проявили интерес к данной проблеме и делились своими мыслями, как стоит с ней бороться. Организаторы отметили, что на базе 9-й гимназии подобные мероприятия проходят регулярно с участием представителей правоохранительных органов, ведь данная проблема всегда будет актуальна и необходимо как можно чаще уделять ей внимание. С детьми надо работать, профилактическую работу, если не вести, то есть уровень знаний у них не будет. Вообще у них даже представлений не будет, что это такое. То есть могут вовлечься всякие деструктурные организации или друзья что-то дадут, они не будут знать. То есть дети должны знать, что это такое. И мне кажется, это с первого класса работу надо профилактическую вести, чтобы был объем знаний. Что это такое, что можно, что нельзя. И поэтому мы всегда проводим мероприятия, чтобы у детей были знания. Это очень большая зависимость, поэтому школьники очень быстро к этому привыкают. И это очень большой вред для здоровья. Для человека очень важно вести здоровый образ жизни, потому что его организм сохраняется намного больше. МВД проводит региональный этап ежегодного всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Участникам предлагается изготовить тематическую поделку из любого материала и размера. Работы будут оценивать представители общественности. Возраст конкурсантов от 6 до 14 лет. Поделки направляются в конкурсную комиссию по адресу Черкеск-Парковая, 19 до 15 мая. К творческой работе должны прилагаться данные с названием, фамилией, именем, возрастом участника, а также контактным номером телефона родителей или представителя учебного заведения. Завтра в республиканской столице открывается ярмарка деликатесов Тихого океана. Камчатские рыбаки привезли в Карачаево-Черкесию вкусное и полезное настроение. До открытия Руслан Карпмазов уже продегустировал дары моря. И вот его рыбно-икорный репортаж. Это самая жирная, самая вкусная царица лососева. То есть получается, это икра как Мерседес. Да, как Мерседес. Похожа. Дорогая и вкусная. Людмила Григорян не просто приятный человек, не просто эксперт по деликатесам. Она стала символом богатого застолья. Все у нее вкусно и полезно, потому что из Тихого океана. Начнем с икры. Этот шедевр рыбного царства должен соответствовать строгим требованиям качества. Во-первых, она должна быть густой. Она не должна быть жидкой. Во-вторых, обязательно нужно пробовать икру. Икра должна быть вкусом отдавать рыбе, чтобы чувствовался вкус рыбки. Она должна быть нежной, чтобы ее придавил и пленочка у нее лопалась, а не каталась по зубам. И вот в этой упаковочке сколько грамм? Ну, здесь 300 грамм. И это 300 грамм сколько будет? Где-то 1800. Вот 1800 рублей. Если дешевле, это уже не икра. Для тех, кто хочет получить удовольствие от рыбы, но при этом чуточку лень ее готовить, камчатские рыбаки привезли филе киты и горбуши, уже готовые к обеду, ужину и даже завтраку. Только картошечку надо пожарить, да со свежим хлебушком почувствовать радость жизни. Рыбная царица Чавыча возглавила целую полезную делегацию из Камчатки. И вот какие у нас вкусные гости. Помимо Чавыча, конечно, у нас много наименований. И кита, и кижуч, и горбуша. Это все красная икра, красная рыба, это все лососевая рыба. Но есть и северные рыбы, как, например, белорыбеца. Белорыбеца тоже имеет те же свойства, как и Чавыча. Она полезна. Даже у кого большой холестерин, ее не страшно кушать, и она полезна также. Палтус у нас также всегда имеется. Палтус, он считается жирной рыбой. Но для кишечника он очень хорошо перерабатывается и полезный. Так что можно кушать рыбку всю и принимать омега-6 в натуральных, а не в капсулах. Из глубин Тихого океана к нам привезли морскую капусту и селедку. А печень трески обещает наполнить душу радостью и организм витаминами. Всего 20 грамм в день, и ты здоров. Но открыв баночку трески, уже трудно будет остановиться на 20-граммовой дозе. Камчатская рыбная ярмарка работает в Черкесске в доме предпринимателей по улице Горького. Гурманов ждут с 9 до 19 и до вечера воскресенья. Надо поспешить за рыбой икрой. Все это быстро раскупают. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Деликатесные вести. Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Паромщица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова